здравствуйте в эфире программы интервью и сегодня в студии осетия т.в. замначальника республиканского гибдд аркадий рамонов аркадий астемирович здравствуйте здравствуйте ну и так зима близко вернее она уже наступила и первый снежок он уже случился но все-таки сейчас пока таких больших проблем не было но все же вот скоро пойдут снега вот опыт работы о чем говорит на самом деле увеличивается количество дтп или это так просто вот домыслы и вот многие так думают на самом деле наоборот на самом деле это так больше аварий зимой а что вот делать чтобы их было меньше все таки я не знаю наверное наивный вопрос да но все таки вот сам вопрос он же самый напрашивается ответ по более качественно работать службам организациям которые ответственны за это более качественно работать службам а это те которые расчищают дороги а что скажете водителям зимой водителям транспортных средств естественно соблюдать правила дорожного движения и выбирать такую скорость которая соответственно должна быть при этих условиях быть максимально осторожным максимально осторожным да если видите Визуально же видно, что гололед есть. Даже когда он из дома выезжает, уже видно бывает. И, соответственно, ввести транспортное средство. Осторожно. Еще один вопрос касаемо изменившихся условий. Сейчас перевели часы на зимнее время, на постоянное. И сейчас возникли почему-то слухи о том, что с переводом стрелок почему-то увеличилось именно из-за этого количества аварий. Вот как специалист, что вы об этом скажете? Так ли это или это так? Что можно сказать? Переход на зимнее время и ранние сумерки, они сказываются на увеличении количества ДТП. Почему? Ну, конец рабочего дня приходится на сумерки. Это ближе 17-18. В школах заканчиваются занятия. В Тарасмино заканчивается. Основная масса нарушений связана с переходом дороги в неположенных местах. И игнорирование так называемой зебры. Кроме того, на высокую аварийность влияют выезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости. Замыкают пятерку водители, находясь за рулем в ретрезвенном состоянии. Ну и количество погибших на дорогах республики, по сравнению с прошлым годом, возросло на 6 фактов. То есть, все-таки это правда, да? И перевод часов повлиял. Ну и вы сейчас затронули тем... Время и сумерки являются причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Вы сейчас затронули тему того, что как раз-таки вот уже темнеет, когда и дети уходят со школы, да? И я знаю, что ГИБДД всегда, в принципе, ведет активную работу по предотвращению ДТП с участием детей. И создаются в том числе и отряды юных инспекторов. Вот это помогает на самом деле или как? Ну, что можно сказать по этому вопросу? Всего по республике функционирует 140 отрядов юных инспекторов движения. В городе Владикавказе 40 отрядов. Юные инспекторы движения в первую очередь проводят разъяснительную работу в своей школе по правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге со своими сверстниками, младшими учениками. И если взять статистику, произошло 90, где погибло 6. То есть 90 минус, по сравнению с прошлым годом, минус 2. По погибшим идем мы ровно, по раненым тоже минус 2. Ну, это кощунственно, конечно, такие цифры проводить, да. Это не говорит о том, что мы должны сложа руки сидеть, но мы будем наращивать свои усилия в этом направлении. Ну, если говорить о детях, мы очень часто слышим о том, что зачастую как раз-таки школьники оказываются даже сознательнее, чем их собственные родители. На одном из последних совещаний, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, предложили вот что. Сказали о том, что детям на классных часах рассказывают о правилах дорожного движения, они стараются их соблюдать. От родителей не соблюдают и предложили проводить классные часы для родителей. Вот насколько эта идея реализуема, да, и как вы думаете, поможет? Да, это очень хорошая идея. Если во время классного часа будут уделять внимание правилам дорожного движения и какие-то хотя бы азы, азы разъяснять родителям. То есть взрослым людям вместе наравне с детьми буквально по полочкам расставлять все правила дорожного движения. Это очень хорошая идея, и мы ее поддерживаем. Все очень часто ругают нерадивых водителей. Мы все знаем о том, что считается, что в ДТП всегда виноват водитель, хотя это не всегда правда. Вот очень много аварий происходит по вине пешеходов, которые на самом деле не очень понимают ответственность к свою, как участников дорожного движения. Вот что в этом направлении? Какая у нас сейчас статистика и что делать, чтобы ее исправить? Значит, из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами произошло всего 109 дорожно-транспортных происшествий. Это плюс 6 по сравнению с прошлым годом, в которых погибло 23 и получили ранения 93 человека. Это по раненым плюс 7 по сравнению с прошлым годом. Удельный вес таких дорожно-транспортных происшествий составил 15,2%. То есть всего 15% от общего количества ДТП по вине пешеходов? Да. Ежедневно сотрудниками, дорожными инспекторами ДПС выявляется около 10-12 таких нарушений. А вот какое наказание может понести пешеход? Ну, очень трудно сейчас пешехода привлечь к ответственности. Его, во-первых, надо ввести. Зачастую не бывает никаких документов. С собой у них? С собой, да. А для того, чтобы составить материал, надо установить, не на словах, что там пишутся. Его надо ввести в райотдел полиции. Там соответствующая процедура. И вот очень много времени уходит. Поэтому вот такие вот где-то 10-12 нарушений бывает. Но не каждый раз этот человек в итоге привлекается к ответственности или как? Мы стараемся, чтобы до конца довести вот эту процедуру. Ну, вот бывают случаи, когда, например, на улице темно, с фонарей нет, трасса, и вот человек просто идет по улице, и его не увидели. Это темно, и вот что делать водителю в такой ситуации? Вот сейчас как раз-таки пошли слухи о том, что хотят ввести правила о том, чтобы все пешеходы носили на себе светоотражающие какие-то детали одежды. Вот насколько это правда, и что у нас с этим? С 1 июля 2015 года устанавливается требование об обязательном применении пешеходами светоотражающих элементов при движении по проезжей части вне населенных пунктов в указанный период времени. То есть теперь, начиная с лета следующего года, все люди обязаны. Обязаны. А есть наказание какое-то за несоблюдение этого правила? Вот в этом постановлении правительства Российской Федерации это все оговаривается и будет уже в средствах массовой информации доводиться. Вот вы до этого говорили о том, что как раз-таки те водители, которые за рулем не так давно и которые не так давно получили права, они немножко ответственнее относятся к правилам дорожного движения и ведут себя на дорогах немножко адекватнее, чем опытные водители. Но сейчас, в последнее время, вот с прошлого месяца, как раз-таки резко изменились правила получения прав, теперь обучение можно пройти только в автошколе, то есть нельзя дома подготовиться и так далее. И в том числе выросла и цена обучения. Вот сейчас очень много вопросов вызывают эти нововведения, как вы к ним относитесь, вы думаете правильно это или как? Новые правила, они регламентирующие сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения, приняты в рамках нового закона о безопасности дорожного движения, которое вступило в силу 5 ноября 2014 года. Главное новшество данного постановления, запрет сдачи квалификационного экзамена для получения водительского удостоверения экстерном, то есть после самоподготовки. А вот потом почему такое? Кандидат в водители допускается к сдаче экзаменов ГИБДД только после прохождения обучения в автошколе. Цена обучения возросла до 30 тысяч. В республике Северная Осетия Аланья из зарегистрированных 32 автошкол подали заявление 21 автошкола. Из указанного числа выданы заключения о соответствии учебно-материальной базы 13. Если говорить об автошколах, вот смотрите, мы прекрасно все знаем, и я думаю ни для кого это не станет открытием каким-то, да, о том, как зачастую сдаются экзамены. И очень многие получают права в подарок или, там, я не знаю, с помощью кого-то, ну и так далее, да. Как регулируется сейчас это? То есть есть ли какая-то все-таки схема работы? Да, я совершенно официально заявляю, что такого у нас нет, потому что везде стоят камеры, все это проверяется и контрольно-профилактическим отделением нашего управления во время сдачи экзамена. И сами старшие офицеры во время экзамена присутствуют. Тут исключены такие моменты. Ну, а если сейчас придет человек и скажет, ну, вот я заплатил деньги и получил права? Ну, тут многие могут сказать так. Ну, вы, как сказать, авторитетно заявляете, что это неправда? Это неправда. А если говорить о справках, которые подают люди на получение права, то есть перед тем, как получить права, надо пройти медицинское свидетельствование? И мы прекрасно знаем, как проходит это медицинское свидетельствование, которое тоже стоит определенные денежки и... Ну, вот на этом этапе существуют определенные трудности, да. А как это? Ну, естественно, тут тоже надо более серьезно подходить к этому вопросу. А привлекатель Минздрав и так далее? Или они и так задействованы, но чтобы как-то все-таки это регулировалось и проверялось? Это регулируется, проверяется, но надо еще, я еще говорю, более тщательно проработать этот вопрос. Все-таки какой-то процент просачивается. И вы говорили о том, что как раз-таки молодые водители, вернее, начинающие водители, они-то ответственно относятся, но в основном, что нарушают опытные водители, может быть, в силу даже какой-то собственной самоуверенности, да. Там уверенность в том, что один раз прошло, ну и на этот раз получится, и все будет в порядке. Какие основные нарушения сейчас есть? Из-за чего в основном сейчас происходят аварии? Причины? Есть топ-5. Да. Основные причины ДТП-то, первое, несоблюдение скоростного режима. Это у нас повлекло несоблюдение скоростного режима 262 дорожно-транспортных происшествий. Их удельный вес составил 36%. Второе, это выезд на встречную полосу движения. 119 всего. Удельный вес составил 16%. Непредоставление преимущества в движении 107, удельный вес составил 14,9%. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими такого права 64%, удельный вес составил 8,9%. И замыкает управление транспортом в состоянии опьянения. Удельный вес составил 6,1%. Если говорить о нетрезвых водителях, накануне появилась новость о том, что ужесточаются наказания за повторное введение автомобиля в нетрезвом состоянии. Да, ужесточаются. И там штрафы до 200 тысяч или от 200 тысяч, если я правильно помню. Ужесточаются именно по этим санкциям. По нетрезвым водителям. Если мы его пьяным остановили в нетрезвом состоянии, он уже автоматически лишается права управления и соответствующую процедуру прохождения. В райотдел его доставляют, оттуда доставляют в суд и уже судья принимает решение по нему. Или отделается штрафом, или уже какие-то работы будут, естественно, соответственно, отсидеть 10 суток. Какой вариант из них чаще случается? Какой вариант из них чаще бывают штрафы? Я помню, было несколько совещаний, и в том числе глава республики говорила о том, что влиять на них надо не только с точки зрения, может, закона, но и что в Северной Осетии, наверное, особенно важно с точки зрения фамилий и родственников. То есть публиковать фамилии этих водителей, тех, кто был, например, тоже в нетрезвом состоянии, или по чьей вине произошла авария. И предлагал как раз таки так, чтобы фамилия тоже вмешалась в это. Как вы думаете, насколько реально сделать так, чтобы фамилия как-то повлияла на человека? Ну вот буквально недели две назад начальник управления, Хасанбек Ибрагимович Бекузаров, на радио, к нему позвонил знакомый его из Чечни, сотрудник ГИБДД, и говорит, что включи телевизор, посмотри, вот наш канал. Он включает канал чеченский, и там такая картина, значит, Рамзан Кадыров отчитывает, вот, которые попались в нетрезвом состоянии. И там его отцы, там их старики. Вся фамилия. Вся фамилия, вот он их там отчитывает. То есть, эту работу надо проводить и у нас тоже эта работа проводится, но пока вот на этот уровень, на такой уровень надо выйти, чтобы вот и все вот наши общественные организации, так-то нам нельзя опубликовать фамилии. Мы не можем опубликовать фамилии, это... Нарушение законов. Естественно, нарушение, да. Но есть пути, есть методы, есть способы. Ну, улучшение ситуации, как сказать, нет. Вот по сравнению с прошлым годом, в нетрезвом состоянии задержано где-то порядка на порядок. Меньше было задержано, потому что проводится работа инспекторским составом. Мы проводим, согласно распоряжения министра внутренних дел, согласно указания Главного управления безопасности дорожного движения 202-го, проводим массовые проверки. Эти мероприятия, согласно указаниям, они проводятся через какие-то промежутки времени, а ежедневно мы проводим свою работу. Ежедневно где-то от 15 до 20 в нетрезвом состоянии. Вот представьте, взять вот нашу республику и каждый день выявлять 15-20 водителей в нетрезвом состоянии. Я думаю, что это очень много для такой маленькой республики. Ну да, на самом деле. Опять-таки, вот есть несколько проблем, связанных с участниками дорожного движения. Была такая фраза всегда, что в России две проблемы – дураки и дороги. А в Северной Осетии, по-моему, две проблемы. Это юго-остинские машины на дорогах и вот эти вот камеры фото и видеофиксации, к которым все вот никому не дают покоя и как будто вот это единственная проблема, которая у нас есть. А вот что сейчас по этим двум направлениям и по юго-остинским машинам, как здесь ведется работа, и вот по камерам фото и видеофиксации? Значит, управляющими транспортными средствами, состоящими на учете в иностранных государствах, совершено лицами, управляющими транспортными средствами, состоящими на учете в иностранных государствах, совершено 50 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 10 человек погибло и 65 получили ранения. Что делать в ситуации, если ГИБДД Северной Осетии задерживает человека, который за рулем юго-остинской машины и нарушает правила на требование показать документы показывает юго-остинский паспорт каковы меры которые может принять сотрудник дпс что может делать в этой ситуации просто отпустить отпускать конечно естественно это во-первых он участник дорожного движения и он обязан соблюдать правила дорожного движения в государстве которым он управляет этим транспортом естественно мы стараемся и работаем над этим а ну смотрите если задерживает этого человека отводит его в райотдел пишут протокол потом насколько я понимаю да если я правильно понимаю этот протокол направляется в южную осетию все же правильно а потом что с этим или вы не отслеживаете уже дальше это нарушение не час не отслеживаем как мы отслеживаем эту ситуацию но пока взаимодействие это не налажено но это не наши это должно быть на уровне выше дать чуть-чуть не на уровне это не входит в наши функции вот это уже другие структуры заниматься должны и теперь к нашим пресловутым в камерам фото и видеофиксации которые я же говорю вызывали просто бурю возмущения особенно камеры фото и видеофиксации которые не стационарные о которых не предупреждают которые стоят в дорогах это положение которых постоянно меняется очень многих возмущал тот факт что о наличии камеры у дороги не предупреждают специальным знаком а якобы законе написано что предупреждать должны вот раз и навсегда разъясните эту ситуацию людям чтобы все прекрасно понимали как и что значит во первых выставление мобильных комплексов арена производится не так вот как говорят что где захотели там и поставили они выставляются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий то есть в очагах аварийности с учетом топографического анализа который проводится в управлении гибрид место дислокации определяется и утверждается в гибрид мвд перс улами там где установлены стационарные комплексы знак что идет фото видеофиксация нарушение пдд необходим и они установлены везде установка подобных знаков перед мобильными комплексами законодательством не предусмотрено а вот с введением в эксплуатацию камер фото видеофиксации насколько выросла именно сказать количество нарушений которые выявляют то что я помню цифры были просто гигантской гигантской были цифры но сейчас вот сведением новых поправок вот там было 10 километров они уже не фиксируют то есть они выбраковываются уже и поэтому меньше стало сейчас нарушений то есть плюс минус 10 километров в час есть у каждого водителя но и в заключении мне все-таки хотелось задать такой вопрос все мы люди и наверняка никто никогда не поверишь что вы не нарушали как часто приходят вам письма счастья да этот камер и из-за чего ну самое главное надо не нарушать правила дорожного движения а для того чтобы не нарушать правила дорожного движения надо быть нормальным человеком но вам все-таки письма приходить не приходит ни разу не разу все-таки они наверно идеальный водитель который никогда в жизни не нарушал потом можете они идеальный водитель нового письма счастья не приходили потому что они нарушают правила дорожного движения и напоследок мне кажется таки будет замечательно если вы обратитесь к нашим зрителям да и скажете им еще раз как себя вести на дорогах и что делать чтобы не попадать неприятные ситуации не платить потом штрафы ну хочется пожелать нашим водителям быть взаимовежливыми на дорогах это самое главное надо уважать друг друга и пешеходам и водителям транспортных средств и самое главное соблюдать правила дорожного движения вот самое главное думаю ну правило постараемся соблюдать все в том числе и мы пешеходы вам спасибо за то что время нашли в выходной день все-таки прийти к нам и ответить на наши вопросы вам удачи на дорогах я думаю все таки упорная упорная работа она все-таки даст какой-то результат потому что если долго мучиться что-то нибудь получится спасибо еще раз а нашим зрителям я напоминаю что сегодня в студии осетия т.в. был замначальника республиканского гибдд аркадий рамонов с вами мы увидимся ровно через неделю в следующий понедельник меня зовут яна гайгиева всего доброго и до встречи